МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несколько лет назад отечественное телевидение проводило конкурс под названием «Имя России» одним из претендентов на первое место, в котором был князь Александр Ярославич Невский. Более известны, конечно, всей стране по великому фильму Эйзенштейна, чем по каким-то иным деяниям. Но, тем не менее, известность его не надо сбрасывать со счетов. И действительно, если спросить любого, что он знает о русских князьях, то, наверное, имя Александра Невского плывет, ну, наверное, первым, а может, первым и последним уже. Между тем, князь Александр Ярославич находился в прямом родстве с героем Куликовской битвы князем Дмитрием Ивановичем Донским. У него было несколько сыновей, которые, собственно, поделили отцовское наследие. Младшего сына звали Даниил Александрович, как младшему и достался самый маленький удел. Это называлось Московское княжество. Собственно говоря, Москва как государственное образование началось при Данииле Московском. Когда князь скончался в 1303 году, Александр Невский в 1963 году, то есть, как понимаете, прошло 40 лет почти. За эти 40 лет Даниил ухитрился значительным образом расширить территорию московского княжества. И этим был дан старт долгой-долгой истории возревания из маленького этого московского зернышка, большого государства, перенствующего на русских землях, к чему существенно приложил руку князь Дмитрий Иванович Донской. А теперь дальше по генеалогии. У Даниила Александровича было два сына, из тех, которых оставили место на стороне скровской истории. Второго звали Иван Данилович, это был дед князя Дмитрия Донского, известный великий князь московский, Иван Данилович Калита. У Калиты было трое сыновей, и, соответственно, внуком от среднего сына был князь Дмитрий Донской. То есть, проще говоря, он Александр Невский прямой праправнук. Вот просто по прямой генеалогической линии. Знал ли праправнук что-нибудь о прапрадеде? Ну, никаких особенных сомнений в том, что он знал как минимум его имя, наверное, и зияний нет. Ну, во-первых, аристократическая память о предках это такая нормальная составляет часть представления аристократа любого, и русского, и европейского, и азиатского, о своем месте под солнцем. Что, собственно, делает человека такой белой костью в этом обществе, то подвиги предков. Поэтому никаких сомнений, собственно, в том, что князь Дмитрий Иванович знал о прапрадеде, наверное, знал не меньше, чем знаем мы, сомнений нет. Ну, плюс к этому, никто не убирал из русской жизни, и, собственно говоря, письменные памятники. Летописи, повести о житии князя Александра Ярославича Невского, довольно популярный памятник русской письменности. Тут, правда, много вопросов существует о том, а до какой степени книжным человеком был Дмитрий Донской. Тут есть два прямо противоположных мнения. Дни исследователи считают, что вряд ли был особенно книжным, другие полагают прямо противоположным образом. Но так или иначе, повторюсь еще раз, вряд ли имя Александра Ярославича Невского было совсем неизвестно князю Дмитрию Донскому. И уж, конечно, оно было известно в эпоху Куликовской битвы. Хотя, надо честно это признать, свое место под солнцем князь Александр Ярославич занял, в общем, много позже. Он, скончавшийся в 1263 году, на пути из-за Орды, князь был похоронен во Владимире, в Рождественском монастыре, где почитался среди прочих местных святых, но общероссийское почитание получил он только в XVI веке. Только в XVI веке он стал святым русской православной церкви. Поэтому вот ровно с этого момента память его читали из церквах, значит, он поминался на службах и так далее, и так далее. И до этого только во Владимире, судя по всему. Что странным образом повторилось в судьбе князя Дмитрия Ивановича. Мы знаем, что он был причислен к лику святых русской православной церкви, тоже, между прочим, не после кончины своей, как его прапрадед, а еще, извините, в XX веке, совсем относительно недавно. Вообще тут, надо сказать, довольно много неожиданных параллелей. Во-первых, и о прапрадеде, и про правнуки мы узнаем, как это ни странно, приблизительно в одном возрасте. Восемь лет. Александр Невский упоминается первый раз в 1228 году в походе. Он участник был похода на Ригу вместе с новгородцами. Мы отлично понимаем, что присутствие мальчика в армии вряд ли сделало эту армию более боеспособной. Но, тем не менее, что касается Дмитрия Идонского, мы тоже первый раз о нем узнаем, как о участнике военного похода, ему тоже было 8 лет. Правда, военного похода московских полков на Рязанские земли, расположенные на Оке. И прапрадед, и праправнук прославились двумя сражениями. При этом, если у Александра Невского всех от языка отлетает Невская битва и, собственно говоря, Ледовое побоище 1240-1242 год, откуда собственные прозвища Александр Невский, Невская битва, то, что касается князя Дмитрия Ивановича, то большинство, конечно, соотечественных помнит о Куликовской битве, но мало кто помнит о битве при Воже, которая была буквально за два года до Куликовской битвы. И это тоже было сражение с татарскими полками в районе Аки, на территории современной Рязанской области, где князь, между прочим, об этом написано прямо в летописи, командовал центральным полком. И он прославился тоже теми же двумя сражениями. Может быть, любопытно и то, что и Невский, и Донской – это прозвище, которое прапрадеда Проправных получили совсем не при жизни. Невским русские генеалогические памятники начинают именовать великого князя Александра Ярославича только в XV веке. Дмитрий Иванович получает прозвище Донской, по которому он всем известен, тоже не при жизни, а, похоже, не раньше середины XVI столетия. Это признание потомками подвигов их дальних предшественников. Вот такая фиксация победы в прозвище. Ну и, пожалуй, последнее, о чем стоит сказать. Разумеется, эти параллели, может быть, и несколько случайны, но в известном смысле кажется, что говорить о родственных отношениях внутри большой-большой московской княжеской семьи всегда будет очень интересно на фоне некоторых совпадений и саботийных, и семейных, и каких угодно. И, возможно, и восьмилетние появления на поле битвы с оружием в руках или без оружия, но так или иначе в составе армии. Утверждение прозвища – это тоже вещи, в общем, подлежащие некоторому закономерному вычислению. А то, что два родственника оставили большую память о себе в русской истории, это, в общем, как-то сомнения, по-моему, никем и не подвергаются. Продолжение следует...